В Galaxy A03 получился то, что нужно от телефона. Прям набрасывается на тебя вот эта вот лопата. Ничего лишнего, запустится, но уверенно, спокойненько, хорошо. Всем привет, вы на канале QQ, с вами Андрей. А в руках у меня Samsung Galaxy A03. Без каких-либо приставок, просто A03. И обзор этого телефона мы сейчас сделаем. Прошу в этот момент не путаться, потому что у Samsung уже есть Galaxy A03s, Galaxy A03 Core. Видео на эти смартфоны у нас уже есть на канале, если кому интересно, можете про них посмотреть отдельно. Но это некий середнячок, получается, между A03s и между A03 Core. Если вы еще не запутались, то оставайтесь с нами. Сейчас подробно про телефон расскажем, покажем. И, конечно, вы посмотрите, сколько телефон стоит. В каких цитах есть, их всего три должно быть. По ссылке под видео в магазине QQ.ru. Быстрая доставка, гарантия, вот это вот все. Так что вперед. Ну и напоминаю, что, как обычно, среди всех комментариев под этим видео, мы в начале следующего месяца проведем розыгрыш. Поэтому задавайте в комментариях свои вопросы, делитесь своими впечатлениями от этого смартфона. И для принятия участия в розыгрыше нужно выполнить обязательно три условия. Один комментарий под видео, подписаться на канал или быть подписанным, и открыть подписки в настройках, обязательно третье условие. В любой точку Российской Федерации приз мы отправляем. Будут утешительные еще промокоды. Так что удачи. Итак, Galaxy A03. Как вы понимаете, это именно A03, A03, это прямо смартфон самого начального уровня. J-серия мертва давно, теперь только A и только S. Даже ноутов уже нет. Да, действительно, почему-то сначала выпустили A03S. Это действительно самый производительный смартфон в линейке A03. A03 Core это самый-самый порезанный. Там 2 гигабайт парасивной памяти, там самая простая, простейшая камера просто для галочки по большому счету. Но он работает, и там большой дисплей, там процессор Unisoc. Фактически вот A03 это по большому счету немножко проапгрейженная версия A03 Core по части оперативной памяти и камеры, но немного не доходящая по производительности, допустим, до A03S. Хотя насчет производительности вопрос интересный. Сравнить, конечно же, мы их не будем, это слишком больно будет, но подробно сейчас вот этот смартфон рассмотрим. Как вы понимаете, смартфон недорогой, поэтому многое здесь требовать. Изначально было не нужно, но могу отметить, черт возьми, дизайн этого смартфона мне нравится. Сзади пластиковая крышка, конечно же, но она очень симпатичная. Здесь какая-то интересная текстура присутствует. Она не скользкая, не матовая в комплекте. Чехол, конечно же, отсутствует. Но какое-то время смартфон совершенно спокойно можно будет без чехла использовать. Конечно, со временем он истрется, но вот он не скользкий, он не тяжелый. Хорошо ложится в руку, ничего лишнего здесь нет. Правда, нету некоторых полезных вещей. Допустим, нету здесь отпечатка пальца. Рубикровка по лицу, по селфи-камере присутствует. Она здесь вполне себе сносная и шустрая, но отпечатка здесь нет. Зато есть разъем для наушников, есть разъем microUSB. Все еще для зарядки. И динамик основной, единственный, по сути, голосовой снизу. На правой стороне качелька громкости и кнопка включения. Сверху дополнительный микрофон. И, наконец, слева слот для двух сим-карт и карты памяти. В принципе, все. Камера бросается в глаза. Ну, как бросается? Прямо набрасывается на тебя вот эта вот шикарность этой камеры. Нет, я, конечно, смеюсь, потому что здесь всего лишь двойная камера. Но выглядит все равно это ничего лишнего. Нет вот этого вычурного китайского там ультра-мегапикселей камеры. Никаких здесь надписей нет. Это просто симпатичная камера, двойная, в уголке здесь находится. И вот, в принципе, сам себе смартфон в руках и внешне производит именно такое впечатление. Ничего лишнего. Все хорошо сделано. Все симпатично выглядит. Ну, в принципе, то, что надо, наверное, в этом сегменте. А с лицевой стороны, конечно, не все так хорошо. Очень толстая рамка снизу. Экранчик здесь большой. 6,5 дюймов. И при этом еще толстая рамка снизу. И довольно-таки такие массивные отступы по бокам и сверху. Поэтому про габариты смартфона, конечно, кто-то скажет лопата. Не могу сказать, что он прям сильно большой. Но все-таки побольше, чем, допустим, другие смартфоны. Более дорогие с таким же экраном 6,5 дюймов. Поэтому, если вдруг будете сравнивать габариты, знайте, он чуть-чуть еще побольше. Но легкий, конечно же. Экран, конечно, здесь тоже не фантастический. Это IPS-матрица. 6,5 дюймов. Разрешение HD+. Разрешение невысокое. Конечно, никаких здесь неповышенных плавностей интерфейсов нету ничего. И по яркости тоже не все фантастически. Хотя запас по яркости лично мне хватает. Даже сейчас, вот находясь под лампочками, под несколькими, здесь яркость автоматическая, причем, замечу, стоит где-то чуть меньше даже половину. И с картинкой все хорошо. Выкрутить можно и больше. Светится, конечно, лучше, интереснее. Но не могу сказать, что это необходимо. На некоторых смартфонах, даже более дорогого сегмента, тебе нужно вот даже на таком свету яркость ставить прям на максимум, чтобы было комфортно пользоваться. Здесь так не нужно. Конечно же, никаких Olus on Display здесь нету, которые свойственны более дорогим смартфонам с AMOLED-дисплеями. Здесь обычный дисплей, но стандартные настройки, которые мы видели у всех остальных. Настройка – это ставить температуры, можно сделать шрифт пошире, побольше. Многие покупают подобные телефоны для людей, допустим, старшего поколения. Они это оценят, потому что прям большой шрифт будет, большие значки, крупно и комфортно. Но есть дополнительные настройки. То есть здесь можно то же самое навигационную панель снизу спрятать, управлять жестами или добавить дополнительный элемент управления спереди. То есть вроде как и ничего лишнего, но при этом какой-то функционал все равно здесь присутствует, его оставили. И сам по себе дисплей все-таки неплох. Вот с производительностью здесь, конечно, у людей будут вопросы. Причем Samsung скромно, ну как скромно, просто нигде не пишет, что здесь за процессор. Во всех проспектах рекламных и даже на сайтах продавцов написано шестиядерный процессор. Оперативная память из вот 3 гигабайта, пожалуйста, и все. Так вот, процессор здесь Unisoc 9863A. Это тот же самый процессор, который стоит в Galaxy A03 Core. Для кого-то неведома зверушка, но фактически, как для рабочей лошадки, этот процессор своей задачей выполняет совершенно спокойно. Смартфон работает весьма и весьма шустро, не тормозит, приложения открываются быстро. Оперативной памяти, опять же, для этого сегмента хватает на то, чтобы смартфон работал, работал действительно нормально. Другой вопрос, что если вдруг, допустим, этот телефон предназначается в том числе ребенку, или вы захотите запустить какие-то игрушки, то в основном это будет делать комфортно только на простеньких игрушках, или более сложные игры тоже запустятся. Запустятся и танки, и PUBG, и гонки всякие, но настройки будут или минимальные, или где-то, может быть, ближе к средним. На больше рассчитывать не приходится, но это ожидаемо. В принципе, я пробовал играть на этом телефоне, вполне комфортно это делается, как и делалось, кстати, на A03 Core, но там оперативной памяти 2 гигабайта, поэтому работало это все-таки помедленнее. Батарейка здесь на 5000 мА, заряжается это все от microUSB, в комплекте зарядничек. Есть, никуда его не дели, это хорошо. Но телефон с невысоким разрешением дисплея, но довольно-таки старым процессором, живет не фантастически долго. При активной эксплуатации, моя эксплуатация это смартфон сначала включить, настроить, обновить настройки, поставить сюда различные приложения, запустить какие-то игрушки, фотографии, видео и так далее, к концу дня осталось чуть более 25%, 26-27% заряда. Честно говоря, это неплохо, это прям активная эксплуатация все-таки смартфона, но видели у бюджетников и результаты получше. Поэтому я не могу сказать, что телефон живет прям очень долго, но в среднем режим эксплуатации все равно на дня два должно хватать. Если используете смартфон не так активно, то есть, допустим, просто звонки, просто посидеть в WhatsApp иногда, как делают люди, допустим, со вторым смартфоном, то должно хватить и на дольше. Может быть и 3-4 дня тоже можно будет здесь выжить, потому что именно в режиме ожидания смартфон живет долго. А вот при активном режиме, то дня полтора, может быть даже два, он протянет. Что, в принципе, неплохо. Заряжается, конечно же, он долго, от этого никуда не деться, потому что microUSB, потому что старый формат зарядки, поэтому полностью на зарядку телефона уходит около 3 часов, 3 с небольшим даже. Ну и теперь про камеры. Селфи-камера здесь на 5 мегапикселей, как я говорил, по ней ведется разблокировка по лицу. Селфи, на удивление, неплохая. Есть и портретный режим, есть и различные небольшие такие улучшайзеры, но действительно селфи меня вполне приятно удивило. Да, 5 мегапикселей, да, телефон недорогой, но, скажем так, видели результат и хуже, ощутимо хуже. Основная же камера здесь двойная, причем основной, самый основной 0, 48 мегапикселей, и второй вспомогательный для портретных снимков на 2 мегапикселя. И вот основная камера по большому счету меня, пожалуй, что приятно удивила. Понятно, что в бюджетниках, особенно у крупных брендов, давно мы уже не видели прям совсем отвратного качества картинки. Это прошло уже, наверное, года 4 назад. На удивление, именно в A03 и S, и вот в этой версии, да и даже в Core, в принципе, понятно, что все-таки мы говорим про определенный сегмент. И вот для этого сегмента камера вполне-вполне неплоха. Она делает ожидаемое качество снимков практически во всех условиях. Это дневные снимки, они получаются вполне приличные, можно сфотографировать спокойно и текст, можно сделать и портретный режим. Поэтому цвета сильно не привираются, снимки получаются весьма светлые. И причем даже в более сложных условиях, вечер, ночь, здесь нет никакой особой подготовки камеры, еще чего-то. Понятно, что много шумов, понятно, что можно к чему-то придраться, но еще раз сфокусируем это внимание. Смартфон фотографирует нормально, и более того, по его стабильности могу сказать, что он фотографирует даже в сложных условиях иногда лучше, чем делают некоторые более дорогие смартфоны. И это лайк. Ничего фантастического, свою цену отыгрывает, но уверенно, спокойненько, хорошо. Если кто-то захочет оценить оригинал фотографий с этого телефона, то они будут по ссылке под видео. Со звуком смартфона, конечно, ничего особенного. Есть разъем для наушников, есть динамик один, пишут про Dolby Atmos, но смартфон весьма громкий, пропустить звонок будет сложновато, но ничего такого прям особенного здесь выделить не могу. По части связи все, опять же, тоже ожидаемо. Две сим-карты, поддержка Wi-Fi 2.4 и 5 Гц, это из приятного. В недорогом телефоне иногда режут 5 Гц специально, не понимаю зачем. Но NFC, конечно же, здесь нету, это ожидаемо. За NFC приходится переходить в категорию Galaxy A1. В данный момент A12, потом будет A13 или Galaxy A2, какая-нибудь серия A20 и так далее. Именно в Galaxy A0 серии нулевой, здесь NFC все еще нету. Ну, ладно. Работает телефон, само собой, на собственной оболочке Samsung UI, версии Core, правда, поскольку Android 11 также немножко порезанный. В принципе, функционал системы во многом остался тот же самый. В отличие от полноценной версии не Core системы, здесь отсутствуют некоторые фишки, свойственные для безопасности. Защищенная папка, для которой требуется, допустим, или отпечаток, или пароль. Но большинство пользователей, по сути, эту разницу не заметит. Смартфон работает шустро, стабильно, все шевелится, все работает. К прошивке никаких вопросов лично у меня нет. Ну и итог. Давайте подведем. Galaxy A03 получился скучненьким таким бюджетником от Samsung. Но в данном случае от бюджетников другого и не ждешь. По большому счету, это как раз то, что нужно от телефона. Он большой, он с неплохим дисплеем, он с нормальной автономностью, он умеет звонить, он умеет писать, и он даже умеет что-то фотографировать. Да, видео совсем не фонтан, видео прям плохое, но, черт возьми, о каком видео мы говорим. Этот телефон выполнять должен совсем другие функции. И вот свои функции он выполняет на 100%. Хотите NFC, переходите в сегмент чуть-чуть повыше, готовьтесь добавить буквально пару тысяч. Хотите больше производительности, тоже добавляйте денег. Но вот с этим телефоном все предсказуемо и все хорошо. Поэтому посмотрите, сколько телефон стоит. Если нравится, то берите, можете глянуть, сколько стоит Galaxy A03s. Или вот данный смартфон Galaxy A03 Core, я бы сказал, все-таки будет вариантом похуже. Потому что 2 гигабайт противной памяти, но это совсем уж мало. Прям совсем мало. И там еще камера проще. По сути, я бы смотрел или A03, или A03s. Но если есть дополнительные пару тысяч, то переход уже в сегмент Galaxy A12 или M12 добавит вам намного больше приятных впечатлений. Поэтому тоже можете посмотреть. Тем более, что цены в магазине kick.ru по ссылке под видео очень приятные. Не ленитесь, переходите, выбирайте. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. Ставьте нам лайк, подписку и колокольчик. С вами прощаюсь. С вами был Андрей, kick.ru. Пока.